Еще один актер, которому в нашей стране отношение строго положительное. В последние годы в мире Джеки часто критикуют за семейные дела и политические взгляды. Но масштаб этой критики обычно незначительный и как-то сильно повлиять на восприятие актера не способен. Стало быть сегодня о нем, об актере, режиссере, каскадере, мастере боевых искусств и конечно кавалере ордена британской империи. В Китае он известен как Чен Лун, а у нас как Джеки Чан. Стартовала карьера Джеки еще в 60-х и много лет какие-то большие роли ему не давали. Так как денег у актера не было, часто он соглашался сниматься за миску супа. За этот без сомнения солидный гонорар его пару раз в кадре отлупил даже Брюс Ли. Сейчас Джеки рассказывает, что в те годы снялся в огромном количестве фильмов, которых и название не вспомнит. Да и найти их в наши дни уже невозможно. Так как выбора у него особого не было, в 70-х он несколько раз засветился даже в ролях титульных негодяев. Сейчас в этих фильмах его лицо естественно красуется на обложках, но в год выхода его там не замечали и фильмы какого-то значимого успеха не имели. Прорывным для актера стал 1978 год, когда в азиатские кинотеатры заехали сразу несколько фильмов с его участием. Выделиться смогли два «Пьяный мастер» и «Змея в тени орла». Кассовым рекордсменом гонконгского проката стал «Пьяный мастер». Но считается, что дорогу к успеху ему проложил именно «Змея в тени орла». И если бы не он, то таким хитом «Пьяный мастер» бы не стал. А так как вроде как «Змея» зрителю понравилась, уже на следующем фильме актера он взял кинотеатры штурмом. Через год в прокат попала «Бесстрашная гиена», которая по кассовому итогу уступила только «Пьяному мастеру». Стало очевидно, что появилась новая азиатская звезда, способная затмить Брюса Ли. Естественно, Джеки немедленно выписали путевку в Голливуд. Уже в 1980 году он снялся в своем первом американском фильме «Драка в Бэтл Крик». За свое участие в этом фильме он получил целый миллион долларов. Что было немало по меркам Голливуда тех лет, а по меркам Гонконга это был настоящий космос. Студия Warner, прибравшая к рукам Джеки Чана, ранее выпускала в американский прокат фильмы Брюса Ли. И хотя «Драка в Бэтл Крик» взяла в мировом прокате почти 20 миллионов долларов, из-за разделения мировых рынков американская студия, получившая всего 8 миллионов, осталась в минусе. Именно из-за этого обычно «Драку в Бэтл Крик» называют провалом Джеки. Хотя это не совсем верно. И речь здесь идет в основном о фиаско в Штатах, как в прокате, так и у зрителя. Актер говорит, что ему изначально не нравился фильм. И хотя он пытался подсказать более интересные на его взгляд варианты развития сюжета, слушать его никто не хотел. И в итоге получилось то, что получилось. И сниматься в таком фильме он бы не стал. Но у Джеки в то время были серьезные проблемы с Триадой, китайской преступной организацией. И пока с ней улаживали вопросы в Гонконге, он и вынужден был сниматься в Бэтл Крик и Гонках Пушечное Ядро, где сыграл чистокровного японца. Уладив проблемы с важными китайскими друзьями, Джеки наконец-то вернулся зализывать раны в Азию, где выпустил пару не самых известных фильмов, скромно выступивших в прокате. Один из них, Лорд Дракон, известен тем, что в нем впервые в титрах стали показывать неудачные дубли. Подсмотрел Джеки этот момент в фильме Гонки Пушечное Ядро. Ну а потом случился проект А, который рождался в Адских Муках. Это был один из самых дорогих фильмов Гонконга на тот момент. Снимали его больше полутора лет. И если бы он провалился, то карьера Джеки могла пойти совсем по другому пути. Так как несколько предыдущих работ актера очень посредственно выступили в прокате. А сверху еще накладывались проблемы с Триадами, из-за которых даже сорвался выход в прокат второй Бесстрашной Гиены. В японском прокате лента взяла 12 миллионов долларов. В корейском проект А и вовсе стал самым кассовым фильмом года. В Гонконге состоялся очередной рекорд актера, и в Азии он уже стал суперзвездой. После чего его перестали сравнивать с Брюсом Ли. За проектом А последовала закусочная на колесах. Считается, что в этом фильме один из лучших поединков в фильмах с Джеки Чаном. Колотил в кадре Джеки чемпион мира по кикбоксингу Бенни Уркидес. По слухам, с Бенни Уркидесом у Джеки Чана отношения не заладились. Эти слухи утверждают, что Уркидес бил Джеки Чана изо всех сил. И актер был этим фактом очень недоволен. Так как просьбы Чана сбавить обороты Уркидес игнорировал, утверждается, что второго чуть не уволили. Но в своей книге Джеки Чан пишет, что хотя ему и доставалось от Уркидеса, каких-то проблем между ними не было, и они неплохо проводили время. Опять-таки по слухам, Джеки Чан после съемок закусочной на колесах не хотел больше работать с Уркидесом. Но их поединок так понравился зрителю, что актеру пришлось пригласить Уркидеса в один из своих следующих фильмов. Драконы навсегда. Их поединок в этом фильме тоже считается одним из лучших в карьере Чана. Может быть дело как раз в том, что актеры бились в полный контакт и совершенно не жалели друг друга. На самом деле Бенни Уркидес был не единственным виновником синяков Джеки. Усилия в этом направлении прикладывал и лучший друг Джеки, сам Мохун. Вместе с Чаном и Уркидесом в фильме засветился и Кит Витали. Еще один большой умелец бить с разворота. При съемках одного из эпизодов Виталий случайно сильно попал по горлу Джеки. Съемки пришлось остановить. После этого эпизода Виталий стал действовать аккуратнее и беречь актера. Из-за боязни Виталий травмировать Джеки съемки часто сопровождались возмущениями членов съемочной группы и сам Ахуна, которые постоянно кричали на Виталий, заставляя его бить Джеки Чана изо всех сил. В начале работы над фильмом Виталий подобным образом запорол несколько дублей. Потому что когда он попадал по кому-то из актера слишком сильно, он сразу же выходил из образа и бросался к пострадавшему. Это выводило Ахуна из себя. Он просил Виталий не выходить из образа, чтобы не происходило до крика снято. Поэтому в моменте, когда от Виталий досталось самому Ахуну, так что тот на мгновение потерял сознание, Кит не вышел из образа и дождался, пока очнувшийся Ахун не пробулькал снято. Виталий говорит, что это стоило ему огромных усилий. А сам Ахун после этого перестал подбадривать актеров, колотивших Джеки Чана. Хотя закусочная на колесах выступила хуже проекта, это все равно был большой хит, который во многих азиатских странах занимал по доходу места в первой пятерке по итогам года. Интерес к Джеки Чану снова появился и актер вновь попробовал покорить Голливуд. На этот раз с фильмом Покровитель. Лента стала самой провальной в карьере Джеки Чана на момент своего выхода. В американском прокате Покровитель не смог взять даже планку в 1 миллион долларов. Сам Джеки Чан терпеть не может это кино. На площадке он разругался с продюсерами и режиссером фильма Джеймсом Гликинхаусом. Продюсеры настояли на том, что кино должно быть очень серьезным. И ничего свойственного Чану в нем быть не должно. Этого поворота актер так и не смог понять. А конфликты с режиссером происходили в основном из-за того, что Гликинхаус снимал очень быстро. И для большинства сцен использовал один-два дубля. И если в обычных эпизодах Джеки терпел подобный формат, то съемки экшен эпизодов с одного дубля он принять не мог. Этот момент, кстати, хорошо показывает, почему в американских фильмах так популярен пьяный оператор и эпилептик в монтажной, которые очень часто отвечают за экшен в голливудских картинах. По словам Джеки Чана, в Гонконге на постановку некоторых драк уходило несколько недель. А американцы снимают их же за два часа. И как можно за пару часов снять хороший поединок, Джеки не представляет. После провала покровителя в американском прокате, Джеки Чан полностью перемонтировал фильм для азиатского проката. Плюс на студии в Гонконге актер доснял несколько экшен эпизодов и расширил уже имевшиеся. Благодаря этому в Азии фильм прошел лучше и имеет более высокие оценки от зрителя. Но в целом все равно признается неудачей актера. Утверждается, что именно из-за покровителя появился такой фильм, как «Полицейская история». Джеки хотел показать Голливуду, как необходимо снимать подобные фильмы с ним в главной роли. «Полицейская история» превзошла проекта по кассовым показателям, став для Джеки Чана самым кассовым фильмом в карьере. Ну а дальше в кинотеатры прибыл, наверное, самый известный фильм Джеки Чана «Доспехи Бога». При съемках первой ленты Джеки Чан получил одну из своих самых известных травм. Утверждается, что шансов выжить у него после такого удара головой об камень было меньше, чем умереть. Этот удар лишил его слуха на одно ухо. Это был первый фильм, в котором Джеки Чан коротко постригся. Однако получив травму, он стал вновь отпускать волосы, решив, что его длинные волосы это к удаче. В различных эпизодах картины можно заметить, как прыгает длина прически на голове актера. В 1987 году на большие экраны прибыл сиквел проекта. Джеки Чан сниматься в нем не хотел, и обычно его появление списывают на императора Японии, которому очень нравился первый фильм, и он смог убедить Джеки Чана выпустить второй. Из-за занятости во второй части не смог появиться сам Махун. Фильм не провалился, но повторить успех первой ленты не смог. Вероятно, поэтому от дальнейших продолжений уже отказались. Другое дело сиквел Доспехов Бога. Это был один из любимых фильмов актера, так что продолжить его он очень хотел. Тем более к его желанию прибавлялся огромный кассовый успех первой ленты. Съемки второй картины тоже приходилось останавливать из-за травм Джеки. Правда, на этот раз все было не так серьезно. Актер потерял равновесие и, упав, травмировал грудную клетку, из-за чего съемки останавливались на пару недель. Доспехи Бога 2 стали самым дорогим гонконгским фильмом на момент своего выхода. Здесь каких-то точных цифр нет, но часто этот фильм называется самой кассовой лентой актера до голливудского периода. Когда Джеки Чан уже покорял Голливуд во второй половине 90-х, вторая часть Доспехов Бога была выпущена в американский прокат. Произошло это в 1997 году и в прокате лента взяла больше 10 миллионов долларов. Еще одним большим хитом начала 90-х для Джеки стал фильм Близнецы Дракона. Существует мнение, что фильм Двойной Удар во многом калька с этой ленты. На самом деле нет, бельгийские близнецы попали в кинотеатры на несколько месяцев раньше Джеки. Но Близнецы Дракона в жизни Франсуа все-таки сыграли важную роль. У фильма было сразу два режиссера Ринго Лэм и Цуи Харк. Ринго Лэм в 1996 году снял фильм Максимальный риск, ставший одним из первых провалов бельгийца. А Цуи Харк уже основательно его закопал фильмами Взрыватели Колония. То есть можно заметить, как ловко Джеки Чан избавился от конкурента, умеющего махать ногами в кадре. Ну а сам Джеки после Близнецов Драконов выдал один из своих самых известных отказов. Прокатил он Сильвестра Сталлоне с его Разрушителем. Сложно представить, во что бы превратился Разрушитель с Джеки вместо Уэсли Снайпса. Но его отказ от роли антагониста в этом фильме факт. Переломным для актера стал 1995 год. В этом году в кинотеатре заехала разборка в Бронксе. Только в американском прокате разборка взяла 32 миллиона долларов. Общие же кассовые сборы фильма остановились у отметки в 80 миллионов. И все это при бюджете в 7 миллионов. В 1996 году Джеки продолжил экспансию на международной арене. В прокат попала лента Первый удар. Такое название фильм получил только из-за того, что продюсеры не хотели оттолкнуть западного зрителя. На самом деле Первый удар это Полицейская история 4. Третьим хитом актера в американском прокате стал Мистер Крутой. Хотя в целом его кассовые сборы были ниже предыдущих двух картин, успех лента все равно имела. И актера в очередной раз забросали предложениями из Голливуда. Забавно, что в своем главном хите Час Пик Джеки Чан тоже сниматься не хотел. Сценарий ему казался слишком глупым. И актер не верил, что кому-то может быть интересно такое кино. Масла в огонь подлил и Эдди Мерфи, который отказался от главной роли. Как раз таки из-за того, что не видел у проекта никаких кассовых перспектив. Эти перспективы он заметил в комедии Свитоша. В это кино он и ушел. Перспективная лента с треском провалилась. А мало кому интересный Час Пик вошел в десятку самых кассовых фильмов 1998 года. После Мерфи авторы обратились к Мартину Лоуренсу. И Лоуренс был не против сыграть в этом фильме. Отказаться ему пришлось из-за обязательств по другим проектам, на которые он был уже подписан. Только после этого создатели обратили внимание на набиравшего популярность после пятого элемента Криса Такера. Студия New Line вложила фильм 33 миллиона долларов и собрали его всего за два месяца. После того, как отснятый материал показали тестовой группе, создателям пришлось спешно снимать еще одну драку с участием Джеки Чана. Зрители были очень недовольны тем, что фирменных драк с актером в фильме слишком мало. Так в картине появилась драка Чана с несколькими противниками, в которой он старается не разбить китайскую вазу. Мало кто знает, но именно благодаря этому фильму на свет появился самый известный агрегат рецензий критиков Томаты. Основатель сайта создал его к выходу фильма «Час пик». Являясь большим поклонником Джеки Чана, он собрал все гонконгские фильмы актера и снабдил их страницы отзывами и рецензиями. Так что за то, что сейчас выход каждого фильма сопровождается известием о средней оценке критиков, нужно благодарить именно Джеки. При бюджете в 33 миллиона долларов в мировом прокате фильм собрал 244 миллиона. А ведь в теории вместо «Час пик» Джеки мог выбрать другое кино, за которое ему предлагали в два раза больше денег. Если за «Час пик» он получил 3 миллиона долларов, то за «Смертельное оружие 4» ему предлагали 7. Здесь ситуация с отказом Джеки Чана чем-то схожа с «Разрушителем». Режиссер Ричард Доннер и Мел Гибсон почти год бегали вокруг Джеки Чана, пытаясь уговорить его сняться в их фильме. Но по их словам, Джеки был непреклонен. Если сыграть какого-нибудь злодея с принципами он мог, то играть китайского антагониста, выкупающего преступника в своей страны, он не собирался ни за какие деньги. А вот Джет Ли был более сговорчив. Роль по итогу стала для него прорывной в Голливуде. И актер снялся в десятке американских фильмов, часть из которых весьма неплохо прошла в прокате. Но а Джеки, если бы «Час пик» не выстрелил, скорее всего снова уехал бы домой. Потому что перед фильмом «Час пик» в прокате полностью провалился «Кто я», который снимался на английском языке под западный рынок. Но в прокате ленту полностью проигнорировали. Сразу после «Час пик» Джеки Чан мог заполучить еще одну голливудскую франшизу. Стать ей вполне мог шанхайский полдень. На тот момент это был самый дорогой фильм актера, за который он получил 5 миллионов долларов. Но хотя на бумаге лента выглядела гарантированным хитом, по итогу все оказалось не настолько здорово. Фильм сильно буксовал на этапе производства из-за срывов сроков. Получалось так из-за желания создателей снимать фильм по правилам Гонконга. Например, сцену драки с подковой снимали несколько дней вместо запланированных двух. Первоначально авторы хотели использовать в эпизоде поддельную подкову, но вес ее не позволял эффектно наносить удары. Тогда несколько каскадеров согласились на использование настоящей подковы при съемке. От подобного подарка уже отказался Джеки Чан, ибо по его словам было слишком опасно и кто-то мог получить не просто шишку на лбу. В итоге создатели настоящую подкову все-таки убрали и несколько дней мучились ее заменителем. Подобные моменты привели к тому, что в фильме не успели снять пару драк. Предполагалось, что в отеле, где пили герои Джеки Чана и Оуэна Уилсона, будет большая драка. Этакой дань уважения фильму Пьяный мастер. Но из-за сорванных сроков производства и подошедшего к концу бюджета фильма, режиссер Том Дэй не успел снять эпизод. Из-за посредственных результатов на тестовых показах ленты, студия ее еще и сильно порезала на этапе постпродакшена. Из фильма полностью удалили несколько персонажей, из-за чего некоторые сюжетные линии стали выглядеть обрезанными. В прокате 55-миллионное кино освоило 99 миллионов долларов. Второй фильм объявили только после того, как шанхайский полдень попал на видео и стал там хитом. Бюджет его, правда, студия все равно уменьшила до 50 миллионов. В кинотеатрах шанхайские рыцари прошли еще хуже оригинала. После этого студия отменила запланированный триквел, который должен был получить название «Шанхайский рассвет». Слухи о его возможности иногда всплывают даже сейчас. За второй час пик Джеки получил самый большой гонорар для себя – 15 миллионов. Такер за вторую часть получил 20 миллионов. А общий бюджет фильма составил 90 миллионов. В прокате же час пик 2 собрал 347 миллионов долларов. А вот дальше у актера совсем не заладилось. В 2002 году провалился смокинг. В 2003 в прокате утонули медальон и шанхайские рыцари. А в 2004 случилось «Вокруг света за 80 дней». 110 миллионное кино взяло в мировом прокате 72 миллиона долларов. В США фильм разнесли и критики и зрители. А засветившийся в нем на пару минут Арнольд Шварценеггер даже получил номинацию на «Золотую малину». На этом фильме интерес к Джеки Чану в Голливуде сильно ослаб. И актер вновь стал часто сниматься в китайских фильмах. Делал он это с переменным успехом. Если новая полицейская история хорошо выступала в прокате, то фэнтезийный миф создателей разочаровал. Здесь был еще один известный отказ Джеки. В перезапуске «Розовой пантеры» со Стивом Мартином первоначально должен был засветиться как раз Джеки Чан. Но здесь возникла проблема. Ознакомившись со сценарием, Джеки отказался из-за того, что роль, по его мнению, была совершенно клишированной и явно оскорбительной для всех азиатов. Авторы какое-то время рассматривали варианты с другими азиатскими актерами. Но потом, решив, что азиатский помощник может вызвать у многих гнев, заменили его на француза. И роль ушла Жану Рено. Французского помощника все встретили с восторгом. В 2007 году должно было состояться триумфальное возвращение Джеки в Голливуд с фильмом «Час пик 3». Но фильм, обладая неадекватным бюджетом в 140 миллионов, взял в прокате всего 258 миллионов, полностью провалившись. Джеки получил за роль в этом фильме снова 15 миллионов, а Крис Такер уже 25. Но не стоит обвинять Такера во всех смертных грехах. Он актер весьма своеобразный и отказался от многих предложений в те годы. Просто потому, что ему не хотелось нигде сниматься. Только для ленты «Час пик» он делал исключение, но требовал много денег. В общем, на третьем фильме франшиза и закончилась. Хотя планы на четвертую у студии были. И об этих планах вспоминают даже в наши дни. И Крис Такер, когда до него добираются журналисты, заявляет, что кино ему неинтересно. Но если четвертый «Час пик» случится, то в нем он без вопросов появится. Кое-как спасло положение Джеки в фэнтези «Запретное царство». Но разочарование от его кассовых показателей в Голливуде все равно было сильным. А Джеки Чана и Джет Али в одном фильме все ждали гораздо большего. Закрепил успех здесь Джеки с провалом фильма «Шпион по соседству». Казалось, что голливудской карьере актера пришел конец. В общем-то это и произошло. Но актер умудрился уходя из Голливуда громко хлопнуть дверью. Это может показаться смешным, но самым кассовым фильмом Джеки является «Карате пацан» 2010 года. При 40 миллионах бюджета лента взяла в прокате 359 миллионов долларов. Со взлетом китайского проката необходимо сниматься в американских фильмах у Джеки полностью пропало. После 2010 года у Джеки большое количество кассовых хитов именно в китайском прокате. Отличные цифры продемонстрировали продолжение полицейской истории «Доспехов Бога». Неплохо выступили отпетые напарники, как и европейский иностранец 2017 года. Но провалов у актера тоже много. «Железнодорожный тигр», «Авангард», «Сердце из стали», «Меч дракона» по китайским меркам настоящие блокбастеры с бюджетами в 60-70 миллионов. В прокате «Поднебесной» полностью провалились. Но актера уже 67 и для своего возраста с карьерой у него все в порядке. Он до сих пор получает главные роли, часто занимается озвучкой и даже участвует в политической жизни своей страны. За этот момент он часто подвергается критике, как и за отношения со своими детьми. Сына он лишил наследства из-за пристрастия от того к наркотикам, а с дочерью оборвал все связи из-за того, что она признала, что является лесбиянкой. В общем, на подступах к 70-летию Джеки Чана в личной жизни все не так, чтобы замечательно. Не так давно он засветился и в отечественном фильме «Тайна печати дракона». Рядом с ним побегала и еще одна суперзвезда прошлого Арнольд Шварценеггер. Несмотря на их участие, лента провалилась и в прокате России, и в прокате Китая. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. Продолжение следует...